Всем привет, друзья! Всем выходного дня хорошего! Вы на канале с Аленой и сегодня мы с вами поговорим на тему силы воли и почему она во многих случаях абсолютно-абсолютно не работает и что нужно делать, на что обращать внимание, если вот сил, собственно говоря, не так много, сколько хотелось бы создавать. Очень многие держатся на моментах силы воли, то есть приходят в работу, приходят в профессию, приходят в похудение, приходят в бизнес на чем-то, на силе воли. Якобы у меня какое-то время это получится, а потом, а потом Бог поможет или еще какие-то такие моменты. Не всегда это работает так, как необходимо, как вы хотите, чтобы оно было, как вы мечтаете, чтобы оно было. И ваша сила воли уходит ровно тогда, когда ваш труд не окупает ваш отдых. Часто бывает, что человек меняет работу и он не успевает заботиться о физухе, физическом образе жизни, который предусматривает нормальный сон, нормальное питание, нормальную активность. И он думает, что вот сейчас я поменяю работу, я заработаю денег и, собственно говоря, заработаю наконец на что-то, что мне нужно. И в этот момент он идет на силе, я уже не могу, у меня уже не получается, я уже устал, но я пытаюсь добить, добить это дело до конца. И это кошмар. Почему это кошмар? Потому что человек в этот момент лишается самого главного, он лишается здоровья. Другой момент, я прихожу там в какую-либо там, например, диету и сижу на ней там какое-то время и потом якобы сила воли. Но она потом ломается. Также ломается сила воли, когда вы не получаете долго результата. Например, вы финансируете, как какой-то проект деньги, да, финансируете, финансируете, финансируете. Проект не дает отдачи. И силой воли, силой мысли вы пытаетесь, пытаетесь создать намерение, внутреннее намерение о том, что прямо сейчас у меня вот получится, у меня, я справлюсь, у меня, я еще добавлю денег. И это на самом деле приводит к тому, что мало того, что вы разоряетесь, да, финансово, вы еще и, как я говорю, разрушаете свои нейроны. Почему разрушаете свои нейроны? Потому что организм тоже до какого-то времени терпит, простите, ваш душевный анонизм, да, а потом он говорит, все, я устал, иди отдыхать, я устал тебе верить или моя психика больше не выдерживает этого кризиса. И происходит такой момент, что да, да, надо менять, надо абсолютно менять действия. И какие будут действия, таков будет результат. Как идти не на силе воли, а идти от души, идти от желания, идти от состояния? Первое, это обязательно, обязательно, друзья, нужно смотреть на то, что происходит с вами вообще, в принципе. Умеете ли вы слышать, слушать себя, отдергивать из тех дел, которые вам не по нраву, либо вы не можете до конца изменить. Следующий момент, отказаться от того, что называется заезженная пластинка. У меня не получается, так я буду это делать 150 миллионов раз и доказывать самому себе или доказывать другим, что это как-то изменится. Оно не изменится. Изменишься ты, ты просто начнешь себя еще больше в этом насиловать. Еще один момент, сила воли работает ровно до того момента, пока ты не сломался наполовину. Как только ты сломался, у тебя уже не то, что нет ресурса, ты уже не можешь нормально стоять на том же уровне, на котором ты был раньше. Вот это кошмар. И я желаю тебе, чтобы ты не доводил ни себя, ни свою систему, вообще, в принципе, свой организм до того, что называется идти на силе воли до того, чтобы сломать себя. Сила воли нужна в некоторые моменты, которые просто помогут тебе, абсолютно помогут тебе справиться с теми историями, которые ты не смог начать. Но дальше ты должен руководствоваться абсолютно другими правилами. Это интуиция, это креативность, это внутренние подсказки, реакция на убеждения, установки, которые могут меняться в процессе. И чем больше ты умеешь креативно мыслить и чувствовать себя, тем лучше ты справишься с работой и со всеми-всеми моментами, которые влияют на твои выборы. Сегодня мне хочется арбуз, завтра мне хочется абрикос, послезавтра мне... Но я должен каждый день есть гречневую кашу, там, не знаю, с грудкой. Но это же бред, сам подумай. И также я финансирую уже пять лет вот в это предприятие и продолжаю. Вдруг оно... Да ничего уже не будет. Отпусти его. Также я финансирую в отношения. Моя девушка обязательно, обязательно вернется ко мне. Да не вернется она. Если вернется, она уже будет совершенно другая. И ты будешь другой. И так во всем силой воли далеко не утянешь. Утянешь временно себя в пучину. Если видео было полезным, пиши комментарий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!